всем здравствуйте кто присоединился еще пару минуточек подождем так ну что одна минутка начнем всем еще раз здравствуйте сегодня у нас тема желудок я хочу начать сегодняшний эфир с такого простого вопроса задайте себе вопрос часто ли вы слышали либо сами употребляли такую фразу как я тебя не перевариваю или меня тошнит от этой ситуации психосоматика да вообще механизм возникновения спазма желудки на самом деле очень простой когда идет выработка гормонов стресса наш скажем рептильный мозг которым наверное вы все слышали дает реакцию нашему организму бей беги то есть либо прячься либо убегай до либо реагируем на раздражитель на стрессовую ситуацию и соответственно в такой в таком режиме сердце начинает усиленно работать то есть соответственно начинает максимально питать наши мышцы наши ткани организма для того чтобы соответствующая физиологическая реакция в организме реализовалась либо быстрее бежать либо спрятаться ну скажем так быстрее найти это место быстрее убежать от опасности то в таком режиме понятное дело не до переваривания пищи и как правило желудочно-кишечный тракт вся пищеварительная наша система соответственно перестает свое функционирование то есть она замирает образно сказать да замирает то есть она перестает выполнять свою функцию потому что организму ну явно не до этого все вы прекрасно понимаете что понимаете знаете когда покушали да особенно бывает там вкусно покушали бывает такое ощущение что хочется спать то есть такова физиология организма даст чтобы организм пребывал состоянии покоя для лучшего усвоения переваривания пищи ну не нами это придумано в организме это так устроено вот отсюда выберется собственно говоря до психосоматика возникновения то есть рассказываю как как она есть да или как как она как она возникает со стороны именно психосоматика то есть когда мы не перевариваем ту либо иную ситуацию стресс стресса раздражители когда ситуация с постоянной периодичностью повторяется соответственно нас организм привыкает к этому то есть находится в постоянном режиме стресса и когда стресс в организме начинает накапливаться соответственно накапливается физиологическое физиологический паттерн физиологическое напряжение до органах желудочно-кишечного тракта особенно что касаемо желудки все вы знаете такое заболевание как гастрит психосоматика гастрита прежде всего состояния неопределенности то есть убеждение того что что может быть хорошо как будет дальше то есть человек не знает хорошо будет либо плохо то есть он пребывает постоянно состояние нервозности состояния стресс то есть состояние постоянного напряжения не переваривает эту ситуацию то есть по сути если так простым языком сказать не применяя до каких-то научных терминов то психосоматика желудка это не переваривание внешней среды не переваривание каких-то внешних факторов не переваривали каких-то событий стресса возможно каких-то людей которые да несут нам те или бы иные эмоции ну соответственно отрицательные ну вот подавленность то есть бывает такое что когда мы допустим нас кто-то обидел да мы скажем так проглотили эту обиду то есть мы и скажем так не переварили мы проглотили да соответственно идет спазматика желудка психосоматика изжоги это вот я сейчас по самым таким распространенным скажем заболеваниям желудка прохожусь подавляемая агрессия когда человек убеждает себя в том что все хорошо да то есть на самом деле он понимает осознает то что не все хорошо ну подавляет по себе то есть соответственно начинает до своего рода такое кипение да то есть не переваривание именно изнутри возмущение до психосоматики изжоги и одно из распространенных заболеваний это язва желудка это симптоматика следующая это ухудшение кровоснабжения стенок желудка и соответственно уменьшается их сопротивляемость желудочному соку то есть желудок начинает грубо говоря сам себя поедать почему так происходит когда у нас постоянно находится организм в состоянии стресса когда наш организм постоянно подавлены чем-то да то есть мы постоянно держим себя в напряжении то есть диафрагментальный зажим мы постоянно прячемся от чего-то мы постоянно пытаемся себя защитить от каких-то внешних раздражителя к какой-то внешней агрессии да либо стрессовых ситуаций соответственно кровообращение в области желудка соответственно уменьшается в связи с этими спазмами, с мышечными спазмами, с диафрагментальным спазмами. И соответственно желудок, мышечный орган, он имеет гладкую мускулатуру, соответственно также нарушается кровоснабжение. И соответственно сопротивляемость желудочному соку становится меньше по физиологии. И желудочный сок начинает, грубо говоря, переваривать собственные стеночки желудка. Вот. Еще бы хотел обратить внимание больше для самодиагностики. Классический психологический портрет людей, связанных с заболеванием желудка, связанной с язвенной болезнью. Тревожность, раздражительность, обостренное чувство долга. То есть эти люди, как правило, чрезмерно, скажем, ответственные, гиперответственные. Повышенная ранимость, стеснительность, закрытость. То есть таких людей, как правило, свойственны еще диафрагментальные зажимы. Не забываем о том, что диафрагментальный зажим, он как раз таки находится в области желудка. Тоже может вызывать спазм в желудке. Вот. Как правило, люди с заболеванием желудка стремятся сделать значительно больше, значительно лучше, да, чем они могут на самом деле. То есть они пытаются произойти сами себе. Вот. И имеют тенденцию к преодолению трудностей. Зачастую как к преодолению трудностей, да, которые они сами себе, скажем, придумали, да, то есть раздулись в своей голове. То есть, скажем, мнимые трудности. И, соответственно, да, возникает у нас вопрос. А как помочь? Как помочь? Что сделать? Какая, какова первая помощь, да? Вот случился спазм. Что теперь делать? Прежде всего, соответственно, да, теперь зная механизм возникновения спазмов диафрагментального желудка, соответственно, идем теперь в обратном направлении. Это исключить стресс. То есть, это прежде всего исключить. Выключить режим стресса, выключить режим выживания. То есть, прекратить это воздействие, да. Какими способами это можно сделать? Ну, тут все как бы индивидуально, но необходимо понимать. Очень важно исключить непосредственно источник стресса. То есть, если мы не можем изменить ситуацию, то мы можем изменить отношение к ней. Это прежде всего. Соответственно, да, перестать на нее реагировать. Из практик, как бы, лично по себе могу порекомендовать. Это дыхательные практики, да, о которых я ранее говорил. Это по системе квадрат. На 4 счета вдох, 4 счета задержка, 4 счета выдох и 4 счета, опять же, задержка перед следующим вдохом. Очень хорошо успокаивает нервную систему. Я такую практику, ну, периодично использую, допустим, перед сном, да, когда у меня, скажем, идет какой-то процесс мыслительный, да, ну, или, проще сказать, мыслемешалка, когда у меня идет. Вот. Очень хочу, кстати, поделиться такой практикой простой, да. Ну, соответственно, да, мы исключаем стресс, состояние покоя. И практика очень хорошая, помогает, ну, я думаю, что у большинства из вас есть детки, да, они когда-то были маленькими. И очень хорошая практика это поглаживание живота. То есть не будем углубляться, да, в какие-то, скажем, профессиональные практики, висцеральные методики. Вот здесь все-таки необходимо, как бы, познание и обязательно именно иметь опыт практики. Вот. Самый простой массаж это когда мы ложимся на горизонтальную поверхность, желательно твердую. Обязательно рекомендую сгибать ноги в коленках под 45 градусов. То есть, соответственно, да, лежат наши стопы, сгибая ноги в коленях под 45 и под 45 это относительно тела. Для чего? Для того, чтобы уменьшить напряжение мышц брюшного пресса. И, соответственно, по часовой стрелочке мы начинаем гладить наш живот. От подреберья до лобковой кости, желательно по бокам, потихонечку, плавными движениями, без надавливания, без захода в пальцы, в подреберье и прочее, прочее. Для того, чтобы не усугубить ситуацию, да, если, допустим, желудок болит, чтобы не стало сильнее. Но хочу, как бы, заранее, да, скажем, призвать к ответственности, что необходимо осознавать и понимать, если, соответственно, боли острые, то делать этого крайне не рекомендую. необходимо, конечно, безусловно, выяснить первую причину, почему так произошло. Если у человека, допустим, обострилась язва, да, то тут необходимо понимать, что такие поглаживания действительно ему могут, не то, что не могут, они ему не помогут. То есть здесь необходимо специализированная помощь. То есть необходимо осознавать и понимать, да, что и для чего мы делаем. Соответственно, такой висцеральный, легкий висцеральный массаж, он помогает снять, опять же, напряжение в области диафрагмы и расслабляет мышцы в области диафрагмы в области животка. То есть, если при легких спазмах, да, действительно это помогает. Подтверждение тому, я же говорю, что многим деткам, когда животик, допустим, болит, да, крутит, а многим деткам большинство из нас делало это. То есть это даже советуют сами врачи-педиатры. Следующее, следующее, что еще рекомендовал бы, если, допустим, мало ли, всякие ситуации бывают, вздутие, либо, может быть, какая-то спазматика, да, либо, просто, скажем так, состояние чувства переполнения, да, желудка. Все мы прекрасно знаем, что желудок у нас находится вот таким вот образом. То есть, грубо говоря, слева направо. Самое главное, да, понимаем слева. То есть я показываю, камеру мне зеркально показывает, я показываю на себе. Вот у меня левая сторона. Слева направо. Вот таким вот образом находится у нас желудок. То есть необходимо лечь на левый бок, руку в обязательном порядке мы ложим под голову, ложимся полностью на левую сторону, ноги, колени прижимаем к груди. То есть называется такая своего рода поза эмбриона. Поза на боку, рука у нас вот таким вот образом под головой и ложимся мы коленочки максимально прижимаем к груди. Вот. Желательно это делать без подушки на ровной поверхности на твердой, чтобы ничего нам не мешало, ничего не дало. В такой позиции лежать до облегчения симптомов. Я на себе неоднократно это особенно когда скажем какую-то острую пищу когда допустим употреблял раньше мне помогало. Особенно при переедании тоже хорошо помогает. Вот. И я хочу сегодня с вами еще поделиться очень хорошая методика раз мы по методикам сразу же пошли. Есть методика опять же легкого диафрагментального дыхания. Методика очень простая. Выполняется на следующем образом. Значит скажем если не совсем будет понимание того как я объясняю по вашему требованию могу скинуть печатный текст в группу. Кому будет непонятно. Значит методика очень простая. Желательно ее делать сидя. Садимся на стул. Ноги сгибаем соответственно под 90 градусов. Стопы обязательно лежат твердо на полу. Стопы расположены на ширине плеч. Руки в локтях прямые упираемся мы соответственно в колени извиняюсь. Техника дыхания делится на 4. То есть самое первое дыхание мы что мы делаем мы начинаем вдыхать нижней частью живота потом средней частью живота потом вдыхаем подреберьем потом вдыхаем грудью. То есть грубо говоря у нас акт дыхания начинается снизу вверх. То есть следующим образом мы начинаем дышать сейчас я вам покажу то есть мы начинаем дышать снизу средняя часть ребра и грудная клетка. Это очень важно очень важно это осознавать что потихонечку начинаем наполнить значит на конечной точке вдоха легкие мы не переполняем чтобы не было чувства разрывания грудной клетки то есть не делаем себе больно все делаем плавно но грудная клетка должна быть заполнена достаточно вдохнули задержали 1-2 секунды выдыхание начинается также на 4 фазы то есть сначала грудная клетка подреберье средняя часть живота нижняя часть живота очень важно дальше часть зафиксировать при этом зафиксировали нижняя часть живота у нас втянута то есть рекомендую делать следующее это своего рода есть еще такое упражнение я вам тоже могу рассказать вакуум то есть когда пупок прижимается скажем к прессу фиксируется при этом следующее начинаем делать движения вот таким вот образом живот у нас втянутый и начинаем делать таким образом грудной клеткой как вдыхаем живот втянут обязательно это важно делаем делаем как правило 4-5 вдохов что при этом происходит низ живота фиксирован легкие у нас пустые то есть мы автономно своего рода вот таким вот образом заставляем нашу диафрагму работать при этом следующий вдох делаем плавно спокойно выровнялись и таких актов циклов необходимо сделать 3-4 значит безопасность выполнения не рекомендую делать людям у тех у кого гипертония у тех у кого проблемы допустим язвенная болезнь да то есть чтобы не обострить ни в коем случае то есть необходимо понимать самый главный принцип не навредить себе необходимо это делать осознанно это очень важно что для чего данное упражнение значит данное упражнение прежде всего расслабляет мышцы диафрагмы и соответственно расслабляется все что находится в зоне диафрагмы это наш желудок расслабляются висцеральные цепи то есть висцеральные цепи это то что у нас держит скажем так наши внутренние органы то есть внутри у нас также есть мышцы ткани которые удерживают наши внутренние органы то есть они соответственно тоже могут спазмироваться и вызывать какие-то неприятные ощущения и самое главное что необходимо тоже понимать что не всегда может болеть на самом деле желудок могут болеть также прилегающие ткани внутри собственно говоря собственно говоря все что как бы хотел сегодня сказать вкратце да вот таким вот образом давайте продолжим наш эфир в формате вопрос ответ вот он более скажем так лично в моем понимании он более продуктивно идет вы получаете более конкретный ответ конкретно по вашим ситуациям я вас слушаю вопросов нету да может быть меня не слышно тишина такая вообще да говорите Елена добрый вечер меня слышно добрый вечер слышно да вы очень хорошо все рассказали все понятно по желудку а можно вопрос задать на другую тему почему давление почему повышается давление Елена ну давайте так во первых все индивидуально вот причин на самом деле может быть много понимаете нужно понимать какой образ жизни вы ведете необходимо понимать сопутствующие факторы это очень важно да то есть необходимо скажем для точного четкого ответа необходимо прежде всего анализ если лично по вашему да вопросу то есть здесь очень важно необходимо еще смотреть да в каком состоянии вообще скажем сосудистая система находится это очень важно в принципе в группе есть да мои контакты можете написать конкретно можем вашу ситуацию разобрать хорошо спасибо большое за ответ Ольга говорите привет Алексей я прошу прощения если я пропустила светин эфир сегодня я еще не переслушала был ли там такой ответ но слышала от ребят что желудок это тоже орган кроветворения когда он в своем естественном состоянии так ли это то есть как он работает когда он выполняет свою оригинальную функцию вообще крутой вопрос благодарю Ольга прям шикарный давайте сразу по порядку то что я не знаю я не могу утверждать да по поводу кровотворения лично я не слышал поэтому ответ дать не могу честно обманывать вообще исключено не в моих правилах поэтому на данный ответ на данный вопрос ответ не могу дать некомпетентен да как говорят значит в оригинале функция желудка следующая соответственно пища попадает желудочный сок ее расщепляет соответственно да то есть грубо говоря превращает ее в кашицу чтобы вот эти кусочки дальше у нас не шли по кишечнику то есть чтобы была усвояемая скажем так жидкая кашица вот это основная функция желудка почему как правило еще возникает язвы 12-перстной кишки кстати очень интересный факт ну вот благодарю за вопрос вот еще момент очень важный потому что мы как правило на ночь кушаем грубую пищу научно подтвержденный факт вы знали о том что пища в 12-перстной кишке может загнивать до суток почему соответственно бывает такое ощущение когда на ночь покушает человек особенно грубую пищу бывает такое что он встает с ощущением тяжести вот это как раз таки все 12-перстная кишка вот этот момент очень важно тоже понимать то есть гигиена пищеварения и вообще гигиена сна это не кушать за 3-4 часа до сна меня допустим часто спрашивают задают мне такой вопрос чтобы вот живот меньше стал я говорю самое простое правило которого лично сам я придерживаюсь не кушать до сна 3-4 часа допустим если я ложусь в 11 часов в 7 вот все уже крайний прием пищи и желательно чтобы он был легкий чтобы не было грубой тяжелой пищи никакого там чего-то сверхъестественного мяса я не кушаю поэтому что тех же самых каш чего-то салатик что-нибудь легенько вот я как правило из практики очень хорошо мне заходят именно овощи будут еще вопросы говорите еще знаете мне сейчас пришла мысль я еще прям выписал прям выписал выписал ее вот она в тему желудка кстати как можно ждать счастливое будущее страдая да смотрите когда мы почему да допустим в тему желудка да у нас человек же начинает страдать он начинает воспринимать стрессы какие-то негативные ситуации да и мозг он же что делает он еще такой любитель там накрутить додумать прям вот картину сделать еще круче ярче сочнее добавить эмоции обязательно подсознание что-нибудь еще ему там подкинет какие-то старые мысли и все человек уже ну все у него картина просто апокалипсис голове сложился да так вот вопрос задайте сами себе этот вопрос просто вот я лично себе его задаю как можно надеяться на счастливое будущее да когда мы живем страдая то есть что во мне то и во вне логично логично и соответственно да тут же намечается ответ не лучше ли разобраться с обидами страхами недовольствами и ставшими привычными да какими-то раздражителями то есть разобраться прежде всего себе почему я реагирую так либо иначе на данную ситуацию что мне мешает думать по-другому какие убеждения меня ограничивают да то есть хочу ли я жить счастливой жизнью либо мне удобно страдать либо мне удобно принимать эту критику да которая мне не нравится которая не переварила зачастую из практики я встречаю допустим да вполне очень красивых женщин которые живут с нелюбимыми мужьями такое тоже к сожалению умеет на собой да то есть человек приходит я вижу что физиология просто страдает ну прям вот тяжело тяжело красивая общительная женщина все ну вот к сожалению вот так и своего рода она сама себя сама себя в себе же закрывает понимаете то есть отсюда идут и проблемы по-женски отсюда и с пищеварительной системой вот и с щитовидкой идут проблемы но не будем вдаваться в подробности у кого какие проблемы но сам факт того что человек прячет себя от себя в себе вот так то есть он закрывается максимально сколько это возможно и просто начинает сам себя переваривать вот и все вот вот самое простое объяснение психосоматики человек просто сам себя переваривает от того что он нахватался этого негатива из них и не в состоянии его просто скажем так переварить вот таким вот образом я извиняюсь я сейчас видел да что-то вопрос в группе про папу но я к сожалению не могу его прочитать потому что у меня сразу же эфир прекращается Светочка можно тебя пожалуйста попросить если ты меня слышишь прочитать вопрос да да давай ребята писала вопрос дублирую моего папы хозл хроническое обструктивное заболевание легких там и эфизема и булы живет он на таблетках спреях и в основном лежа на диване задыхается при практически любом движении можно ли как-то облегчить но я сейчас быстренько скажу что Юля я у меня несколько эфиров на эту тему где я рассказывала о своем исцелении я могу только сказать на своем опыте а папа так это продолжает этим болеть потому что ему это удобно а тебе удобно ему помочь чтобы быть хорошей это в двух словах может быть это немножко агрессивно но если ты знаешь мои эфиры то ты наверное поймешь о чем я говорю да Алеш тебе слово спасибо свет добавить нечего но это это шикарный ответ он реально в точку он реально мощный с точки зрения физиологии могу только добавить что помочь можно заставить папу хотя бы минимально делать ну я не знаю 50 шагов в день можно потому что зачем ему зачем ему легкие если он если он ими не пользуется он выполняет минимальное поверхностное дыхание лежа то есть там идет атрофия полностью полностью и я больше чем уверен что там и опорно-двигательный аппарат уже страдать начинает если он если я правильно понял ответ что он постоянно лежит зачем ему максимальная полноценная вентиляция если он ее не пользуется то есть скажем так ответ вытекает из вопроса ну задайте мне еще вопрос ольга говорите пожалуйста извините что так перебиваются хотела задать вопрос вот считается что в желудке такая кислотная среда ну соляная кислота все такое но если мы например пьем что-то очень щелочное как соду например да то что там за химия происходит в итоге организм конечно выравнивает PH и баланс как-то но не вредит ли это самому желудку не нейтрализует ли это его собственную естественную кислотность ну вы знаете происходит там вообще ядерный взрыв да вот как бы всю химию рассказывать я думаю бесполезно да не то что бесполезно не нужна она нам абсолютно не вредит ну если желудок изначально здоров то вы прекрасно знаете что там достаточно такие серьезные вещи да могут перевариваться если он изначально скажем так уже слизистая страдала либо человек страдает допустим гастритом воспалением именно стенок то конечно же вредит безусловно да и вообще как бы вы знаете что гигиена допустим да пищевая гигиена это так же как гигиена допустим да за ротовой полостью но все-таки она должна быть понимаете и как бы кушать все подряд и тем более там гасить агрессивную среду еще там добавлять туда агрессивности но я лично не сторонник то есть изначально нужно найти первую причину того для чего мы ее пьем как правило соду мы для чего пьем чтобы и жогу уменьшить ну вот нужно сначала найти и устранить как не не изжоги а вот как чистка крови в том числе и даже эфирное тело чистится считается когда соду пьют но это то что я слышала ну я не могу это прокомментировать к сожалению я не знаком с этим поэтому но комикс просто я с точки зрения физиологии как бы да рассуждаю ну вот ну если как бы эта практика имеет место быть я допустим вы знаете в своей жизни наверное много чего как бы и практик пробовал всяких разных да если она мне конкретно помогает то почему бы да если она мне не вредит то почему бы да я больше хочу сказать да для большинства людей допустим ходить в тренажерный зал они скажем так матюкаются говорят вы там себя калечите мне нравится вот кто-то допустим да любит там заниматься боксом там побить грушу с точки зрения допустим тех же самых суставов да они страдают то есть даже вплоть до того что микросотрясение головного мозга происходит но если нравится приносит удовольствие не вредит пожалуйста занимайтесь благодарю за ответ Алексей вообще за все во благо там кто-то поднимал руку я к сожалению не успел поднять давал ответ поднимите еще раз пожалуйста ну что пока вопросов нету с вашего разрешения с вашего позволения я хотел бы все-таки подытожить тема желудок все-таки на самом деле она действительно очень важна вообще не важно желудок легкий печень селезенка разрешите себе жить прежде всего не ограничивайте себя не закапывайте сами себя в себе это очень важно и я вам говорю не просто как специалист определенных практик не как специалист именно практикующий это то есть на практике я много чего видел я вам говорю прежде всего как человек я тоже занимаюсь своим саморазвитием причем на постоянной основе и лично мой вам совет как да как человека не закапывайте себя же в себе разрешите себе жить ведь человек проживает ту жизнь которую он сам себе разрешил это очень важно так что вот так если вопросов нету будем тогда завершать эфир тишина тишина Светочка вопросов нет у тебя нет у меня нет вопросов я уже озвучила которые будут темы далее и темы и практики поэтому ребят присоединяйтесь конечно же к дальнейшим марафонам и всем огромное огромное спасибо что были с нами четыре дня кто не пойдет дальше мы вам благодарны огромная благодарность вообще за все что просто вы что просто вы выслушали взяли наши какие-то какие-то знания какой-то опыт это тоже очень много значит благодарю дорогие это вам благодарность огромная вы столько столько даете спасибо огромное вам спасибо за позитивчик такой все всех благодарю спасибо вам огромное и благодарю за то что для меня это как бы такой новый опыт был может быть я где-то скажем путался нервничал переживал но я такой какой я есть всего-всего доброго будьте счастливы